Дорогие зрительницы, в этот весенний день хочу поздравить вас и в вашем лице всех девушек, женщин, жен, мам, бабушек, сестер с теплым и светлым весенним праздником. Хочу вам сказать доверительно, что мы, мужчины, стесняемся открыто демонстрировать свои чувства и, возможно, выглядим нескладно, когда поздравляем вас. Но внутри каждого мужчины живет мальчик, первым словом которого в колыбельные годы было слово «мама». А первое чувство, которое мы все ощутили тогда, было чувство материнской любви и заботы. Еще внутри каждого мужчины живет юноша, который навсегда запомнил свою первую любовь, которая ему тоже была подарена, ну пусть такой же юной, как он, но женщиной. У Розенбаума есть стихи, которые называются «Дай мне минуту», они вообще-то о войне, и в данном случае, конечно, неуместно читать их целиком, но там есть такие строки. «Выйди из землянки, посмотри, голуба, ах, какое утро свежее получится, мягкое и доброе, как любимые губы». Тут обрывая, дальше там прям совсем о войне, но эта поэтическая метафора очень точна и отражает скрытые мужские ассоциации по отношению к женщине. Полагаю, что Александр Яковлевич Розенбаума никто не упрекнет в отсутствии брутальности. А видите, скрытый даже в самом брутальном мужчине становится иногда явным, ну пусть и в стихотворной форме. Раз так, раз мы мужчины, все равно раскрыты. От женщин же, ну, мы мужчины знаем, скрыть особо ничего невозможно. То мне кажется, ну, то что значит кажется, я уверен, что не нужно дожидаться поводов и календарных дат для знаков внимания вам, подарков, цветов. Они вполне уместны в любой другой день и другое время года. Но все равно не первый раз вспомяну добрым словом имя Розы и имя Клары, которые больше века назад стояли у истоков этого праздника и дали повод поздравить вас, сказать теплые слова, которые вот в повседневной жизни растворяются в нашем обыденном укладе жизни. И это, что называется, конечно, к сожалению. Но вы создаете этот уклад. Даже не знаю, говорить, не говорить. А что там, была, не была. Прям буду говорить, что думаю. Вы наполняете нашу жизнь, даже не знаю, это немного необъяснимо. С запахами выпечки с корицей на кухне. Запахом свежего белья, высохшего во дворе на ветру. Ну а в таком случае ему никакой ленора не нужен. Запахом земляничного мыла. Сирени, которые ни одному мужику не придет в голову элементарно срезать с куста и поставить в вазу. И еще тысячу таких, казалось бы, вроде мелочей, которые складываются в ощущении мягкости, света, добра и теплоты. Спасибо, что делаете нас счастливыми. Мы в неоплатном долгу перед вами. Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!